Глава седьмая Глава седьмая Что я мог тут увидеть, если глаза мои не видели ничего дальше тела, а душа дальше призраков? Я не знал тогда, что Бог есть Дух, у которого нет членов, простирающихся в длину и ширину, и нет величины. Всякая величина в части своей меньше себя целой, а если она бесконечна, то в некоторой части своей, ограниченной определенным пространством, она меньше бесконечности и не является всюду целой, как Дух, как Бог. А что в нас есть, что делает нас подобными Богу? И почему в Писании про нас верно сказано «по образу Божию» — это было мне совершенно неизвестно. И я не знал настоящей внутренней правды, которая судит не по обычаю, а по справедливейшему закону всемогущего Бога, определившему для отдельных стран и времен нравы и обычаи, соответствующие этим временам и странам, хотя сама она всегда во всяком месте и во всякое время одна и та же. По ней праведны и Авраам, и Исаак, и Иаков, и Моисей, и Давид, и все те, кого восхвалили уста Господни. Неправедны они по суду людей, не понимающих, судящих от сегодняшнего дня и меряющих нравственность всего человечества мерилом собственной нравственности. Так человек, незнакомый с тем, куда какие доспехи надевать, захотел бы прикрыть голову по ножами и обуться в шлем, а потом стал бы роптать на их непригодность. Другой возмутился бы тем, что в послеполуденные часы, объявленные праздником, ему не разрешается выставлять товар на продажу, когда утром это было разрешено. Третий, увидя, что в одном доме какой-то раб возится с предметами, дотронуться до которых не дозволено виночерпию, а за хлевом делается то, что запрещено перед столом, пришел бы в негодование. Почему всем и повсюду не дозволено одно и то же, хотя тут и одно жилье, и одна рабская семья? Таковы и те люди, которые возмущаются, услышав, что в тот век праведникам разрешалось то, что в этом праведному не разрешено. Одним Бог заповедовал одно, другим другое, в соответствии с условиями времени, но и те, и другие служили одной и той же правде. Так доспехи подходят тому же самому человеку, одни для одной части тела, другие для другой. В течение того же самого дня одним и тем же делом сейчас можно заниматься, а через час уже нельзя. В той же самой усадьбе в одном углу разрешено и приказано делать то, что в другом справедливо запрещено и подлежит наказанию. Значит, правда бывает разной и меняется? Нет. Но время, которым она управляет, протекает разно. Это ведь время. Люди при всей своей кратковременной земной жизни не в состоянии согласовать условия жизни прежних веков и других народов, условий им неизвестных с тем, что им известно, когда дело касается одного человека, одного дня или дома, то тут они легко могут усмотреть, что подходит для какой части тела, для какого часа, для какого отделения или лица. Там они оскорблены, тут согласны. Правды этого я тогда не понимал и не обращал на нее внимания. Она со всех сторон бросалась мне в глаза, а я ее и не видел. Я декламировал стихи, и мне не дозволялось ставить любую стопу где угодно. В разных размерах это было по-разному, и в любом стихе для каждой стопы было свое место. Метрика, учившая меня стихосложению, содержала все эти правила одновременно и не была в одном случае одной, а в другом другой. А я не постигал, что добрые святые патриархи служили правде, включавшей в степени гораздо большей и более возвышенной одновременно все заповеди, ничуть не меняясь. Она только заповедует разным временам не все свои заповеди сразу, а каждому то, что ему соответствует. И я слепой осуждал благочестивых патриархов, которые по велению и внушению Божию пользовались законами своего времени и возвещали по откровению Божию будущее.